Всех приветствуем из Германии, галерея Нона-Арт. И вот сейчас происходит такое прекрасное действие, как выставка нашей любимой студентки Ноночки Биттер, которая произошла случайно. Вот знаете, мы просто настолько удивлены, что вот эти полтора года, когда Нона стала нашей студенткой, полтора года назад, и сейчас мы смотрим на результат этого обучения, и прямо на наших глазах родился художник новый. И посмотрите, какая прелестная выставочка организовалась, которую мы назвали «Теплый туман». В общем-то, выставка состоит буквально из 14-15 работ. Еще немножко есть запасных работ, которые тоже сядут в экспозицию. И вот, Ноночка, расскажи немножко о той первой картине, которая попала на эту выставку, которая и называется «Теплый туман». Ну, с этой картиной все и началось, не то что все идеи, все эмоциональные порывы к следующим картинам, я считаю. Воспоминания о детстве, каждая картина взяла свое, немного воспоминаний о детстве, и плюс, конечно, еще все те годы, что прожившие до сегодняшнего момента. Ну, в основном, очень теплые воспоминания, как тот же самый теплый туман, который покрывает все мои воспоминания. А что там за яблочки вот эти висят? А ну, расскажи мне, ты зацепилась за них. Жила на северном Казахстане, и кроме этих маленьких яблочек, у нас, в принципе, ничего там, деревьев, именно плодоносных деревьев не росло, и вот эти яблочки, это самый, самый был урожай, когда мы их собирали, когда мы с ними игрались, их было очень много, маленькие, желтенькие, с них варили варенье, сушили на сушки, на сукафрукты, делали компоты. И моего деда, деда Вани, было два больших яблочного дерева, и это был наш участок игры, где мы все детство, все лето проводили, весну, лето и осень, и, конечно, яблочки, они просто были нашим спасением. Ну да, и тут же, и тут же ваши подружки перепелочки, да, перепелочки, которые и напоминали вам о том, что семья это одно из самых главных, перепелочки охраняли своих деток, и вы за этим всем наблюдали. Недаром у тебя на твоих работах очень много, идемте дальше, таких моментов, что человек не один, да, вот, допустим, расскажи о твоей главной работе этой выставки, которая называется... На страже серебра. На страже серебра. Вот она. Это наш охранник. Да, подруга детства, сорока, беловока. Охранник серебра. Какое счастье, наверное, будет птицей для нас. Да, и она так смотрит, да, на нас, и охраняет в то же время, и главенствует, и что серебро по сравнению с живым существом. Да? Ничто. Главное, живое существо, человек, птица. Бездушное, холодное. Да. Дерево. А здесь маковки какие хорошие, которые вы, девочки, да, в детстве? Да. Играли с ними, собирали. Короче, очень вкусные. Вкусные. И трясливые, трясывые, все эти семечки. На пироги бабушкины, да? В общем-то, все воспоминания детства, ты, причем, подросткового. Не сильно маленькая ты была девочка, а уже осознанно переходила. Осознанно подходила, конечно. Расскажи об этой работе, когда ты уже становилась на ноги творческого человека, когда ты была маленькая. Что с тобой происходило? Почему книжечки? Название работы? Мои первые стихи. Вот, пожалуйста. Сейчас, можно я две секунды скажу? Судя по всем Ноненым работам, мы с Владимиром поняли, что ее главное качество – это брейгелевские горизонты, которые уводят нас к небу, да? А вот это все пространство, она ведет нас за собой, начиная с одного яблочка, через книжечки, через букетики, да, которые она со своими сестрами, своими подружками собирала. Как вы думаете, что это такое, вот это висит? Ноночка. Засушенные яблочки. Засушенные яблочки. Яблочки резались на тоненькие дольки, нанизывались на ниточку, мне кажется, тут тоже в деревне или в гостях у бабушки все это видели, и, в принципе, это было не что иное, как сухофрукты и что-то сладкое зимой. К чаю, да. Потому что выросло в северном Казахстане, очень была долгая, долгая холодная зима, и, в принципе, все, конечно, нас спасало. Время было не очень-таки сильно. Книжечки? Да. Книжечки подписывали, всякие разные песенники, так как я немного писала стихов, были у меня такие книжечки с собственными стихами. Записочки всякие, то есть девочки... Секретники. Да, секретники. И посмотрите, такой прописанный хорошо голландский натюрморт, и вдруг большими импрессионистическими мазками написаны целое яблочко и две половинки одного яблочка. Это уже тяга к философским размышлениям и быстролетящей кисти. Ну и дальше идем. Расскажи про эту работу, которая уже ближе к твоему дедушке любимому. Вот здесь вот уголок дедушки твоего любимого и прямо вот его инструменты. Нона эту работу выписывала долго. Я думаю, что она является таким основным штампом голландской живописи, которая... Ну, она хочет достигнуть длительного разговора со зрителем. Поэтому она очень внимательно шла по всем предметам, которыми пользовался дедушка любимый. Ну и вот, Ноночка, его ботиночки. Что они там делают, те ботиночки? К сожалению, моего деда больше нет. Это те самые ботиночки моего деда, который ушел по этой лестнице в небеса. И вот вместе вы собирали яблочки пустые, красиво составленные ящики, сделанные из деревьев. Понимаете, чем хороша эта работа и вообще все работы Ноны? Они ведут от маленького размышления к большому рассказу, цепляя друг за друга. Яблочки, собранные человеком, ящики, которые ждут яблочек. Человек, который собирал со своими внучками эти яблоки в яблоневом саду. Яблоневый сад уходит на горизонт, освещенный солнцем. Ну, а ботиночки, философское значение, человек уходит вверх, оставляя за собой свое потомство. Здесь, ну, очень глубокий, хороший смысл, который абсолютно никуда не уводит, кроме одной темы, что мы всегда очень сильно заботимся о своем потомстве. Эта тема. И плоды. И вот, опять же, от глубинной прописки к такому легкому, импрессион, даже с некоторыми ошибочками, даже с некоторой неправильностью, даже с некоторыми завядшими листиками. Посмотрите, какая живая работа, такая прелестная. Клод Мане самый настоящий. Вот. Ну, пошли к парадоксальной мы работе, которая, начиная такую выставку, расскажи об утюге, Малочка. Утюг называется работа? Горячее железо. Ну, этот самый утюг, все мое детство, просто я у бабы Нюры на печи. Баба Нюра рассказывала. Я уже не застала то время, когда еще пользовалась бабушка этим утюгом, но мама пользовалась еще таким утюгом и рассказывали всегда. Я всегда думала, что это какие-то байки, истории, как они наполняли их углем, раскачивали, чтобы уголь еще разгорался. И вот этот утюг, он настолько остался в памяти, эти белые простыни, когда мы вывешивали их на мороз, они брались таким колом, колом белой стены. Вот эта свежесть, этот запах, этот зимний мороз, горячая печь, горячее железо, когда ты приходишь домой, уют, такой утюг-дом. И ассоциация именно с домом. Это символ, это работа с символом. Да, это символ того дома, того ушедшего. То, что тебя согревает и всю жизнь. И вот дальше пошли. Такие плоды разные, но они все из твоего детства. Яблочки, импрессион, груши с каким-то очень, ну, здесь безупречный вообще брегельский пейзаж, я считаю, на грушах. А вот это что за механизм? Это весы. Это весы именно... Дедушкины? Опять. Старые весы... И прямо можно и потрогать прямо вот это крашеное дерево. И вот эти гирьки прямо можно взять в руки. И опять же брегельский пейзаж, уходящий на горизонт. Замечательная. Очень хорошее сочетание нокер-морт и пейзаж. Хочу обратить ваше внимание на величину некоторых работ. То есть на смелость художника. То есть художник хочет поговорить долго со зрителем и увести его в разных направлениях, отталкиваясь от детских воспоминаний и даже от детских дотрагиваний до каких-то предметов. Материальность написана замечательно. А это кто у нас? Это сейчас. А это у нас авокадо. Авокадо, которое напоминает форму груши. И я думаю, что это тоже символ, потому что они выстроены ради рождения будущего. Да? Рождается будущее. Они выстроены таким забором, который охраняет. Здесь тоже символ охранения будущего. В общем-то, идемте дальше. Прекрасная нона на галерее. Котелочек с собой. И вот вход. Посмотрите на эти работы. Ноночка, это тихие, спокойные работы. Расскажи, пожалуйста, о них. Опять перепелиные яйца. Опять какие-то предметы бабушкины. Да? Да. Почему происходит? Доверилась перепелочка, да? Доверилась перепелочка, свои ценные драгоценности. Да. Сарайчики. Верхняя картина. У нее есть название. Как бы теперь сразу вспомнить. А ты просто о ней расскажи. Просто о ней. Находка ценных яиц возле какого-то сарайчика. Какая-то неожиданная, радостная весть все-таки. Рождение. Рождение. Птичек. При том, что уже действительно осколки яиц говорят о том, что птичка уже вылупилась. Посмотри, она доверилась человеку, если она гнездышко в сарай у дедушки слила. Дает уже живое, присутствие живого, не человека, а живого существа среди предметов быта. И солнечный луч на глинобитии очень сильно символизирует спокойствие и уют вот такого вот загородного дома, там, где человек и природа являются одним целым. А вот эта работа, здесь уже бабушкины предметики, которые помогают. Женская кухонная утварь. Которая помогает ей готовить, кормить семью. Ну, помощники, это помощники, надежные, надежные. Ну, здесь уже, наверное, яйца участвуют в изготовлении хлебушка, да, или пирожков. Здесь уже так. Прелестные оба голландские натюрморты, оба выписаны техникой Blade & Socks Art Technologies. И мы с Володей очень счастливы, что у нас есть такой соратник, такая уже, мы не будем говорить уже слово студентка, все, это уже состоявшийся профессиональный художник, который будет идти от одной выставки к другой. И, конечно же, ее работы очень дорого стоят уже сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!